На каком основании вы берете деньги с рыбаков? Я вывозил 8 взялов мусора. Я по моей просьбе. Они прибирали. Была уборка мусора? Была уборка мусора. Уборка мусора была. Уборка мусора за свою личную машину. У меня есть личный самосвал. В этом году убиралась? Я не вывозил. А, не вывозил. Так что же вы не посадили в деревьях? Вы же выкопали ямы. Когда там были последний раз? Посадили они. А, посадили. Ямы, деревья, рассаженные по всей территории. Как раз сюда пришел разобраться. Кто такой Иван Иванович? Покрывает ли он Марьяна, который рядышком с ним стоит? Николай Борисович пойман в том году и в этом году так же пойман, что он берет деньги. Говорит, что берем мы деньги. Но на вот этой территории, 46-41, мы этого не рассматриваем никак. Местный народ, куча рыбаков соберется, и будут вопросы просто к вам. И все. Это уже замечено и в том году, как вы рыбачили. Друзья, вот это называется прямые угрозы. Тут непонятно, кто берет, за что берут. И на вашей территории, согласен, посмотрите. Да. И это говорит о том, что Иван Иванович плохо об этом смотрит, на это смотрит. И вот здесь был ров. Видите, они немножко его засыпали и понатыкивали каких-то палок. Что, Марьян, я его видел пару раз. При мне, да, было такое, что он брал деньги с людей. Он просто ходит, тупо собирая деньги. Когда здесь видели, что 8 зилов отсюда вывозилось мусора. Борис Николаевич, к вам особо куча вопросов. Потому что Марьян вас обвиняет в том, что вы берете деньги. Раз пошла такая пьянка, на что поймался? Только честно. Вот, друзья, мы на 46-м километре. Есть колесовые господарства, белья из крестинства. Скоро весь берег будет платный. Таким народом. Здесь что, смотрите? Что вы здесь устроили, блин? Ну, посмотрите. А? Я за конец не буду убирать. Не будете убирать? Тогда если что, вы тут устоите, раз вы не будете убирать. Добрый день, как вас зовут? Валерий зовут Павлович, меня все называют. Павлович, скажите, пожалуйста, вы делали помост, ставили? Да, и начал на всем детстве от моста первым это делать, ибо возраст, инфаркты. Ну, заставили снять сапоги, которые женщинам по пояс будут, и поставить мостик. И потом другие начали брать пример и делать это. Скажите, вы хозяин этого помоста или как? Нет, я не хозяин. Я купил материал и его поставил. То есть на нем может ловить любой человек? Да. Абсолютно. И раньше было, что люди приезжали, снимали, и все. И я всегда говорил. Уточните, пожалуйста, бесплатно или нет? Да, конечно. И я всегда говорил, что если кто-то возьмет с кого-то 10 гривен, это будет жуткое ЧП. Ибо берег, река принадлежат всем людям. И деньги ни в коем случае нельзя брать. И я говорю, что если вы найдете человека, у которого я взял 10 гривен, я тут же отдам 100 баксов. Скажи правду. Скажи правду. Скажи правду. Что ты приехал, а Марьян продал твою вкладку, и ты приехал и уехал назад. Так было или нет? Так же самое у меня было. Вот, говорит Павлович, правда, сказали. Да, да. Я приехал, отребачил и уехал. И уехал. Так же самое у меня было. То есть получается, вам удобно, чтобы Марьян... В этом году получилось удобно. Вам удобно, чтобы Марьян сдает ваши места, но при этом вы ему позвонили, сказали, Марьян, я там тогда-тогда приду, чтобы мой помост был для меня свободный. Правильно получается? Ну, в этом году получилось так. Ну, вот видите. К сожалению, так. Вот видите. И я это назвал, что я последним из-за безвыходности лег под Марьяна. Чтобы Марьяна здесь не было, каждый, кто приезжает рыбачить сюда, смотрит за порядком. Никакого маломера не ловится. Ловится, согласно законодательству, не более пяти крючков. Ну, значит, чтобы был порядок возле каждого мостика, каждый гражданин Украины может в свободный доступ порыбачить. Никто не собирается никого выгонять. Вот по-стому какая вопроса. Киды и ловите. Все, ловите себе. Ну, из-за того, чтобы и приедет и репинспекция, и вы приедете, чтобы не задавали вопросы. Посмотрели в садок, там маломер, и еще что-то. Достали удочку, запрещенная снасть. Чтобы не возникало к нам вопросов никаких. Чтобы вы создали общество и сами браконьерничали. Да, и сами браконьерничали или еще что. Пожалуйста, свободный доступ в воде рыбачьте. Никто не запрещает никаких денег, никаких поборов, ничего. Понятно. А по поводу Марьяна? Марьяна мы сказали однозначно. Нет, чтобы его не было. Есть общество, каждый будет тут отвечать. Я приехал сегодня, мусор есть, собрал, вывез. Не надо нам тут охраны, уборщики, мойщики, домхозяйки. Мы тут сами можем, как и вы, сели, порыбачили, взяли мусор. Уехали. Все. Сами поддерживать порядок здесь. Вы, Борис Николаевич, к вам особо куча вопросов. Потому что Марьян вас обвиняет в том, что вы берете деньги. Нет, нет, давайте так, глазами. Давайте мы начнем с того, что я с Марьяном борюсь уже, ну, четвертый год. Был Марьян, после Марьяна был Коля. Коля был, там Марьян. Был Марьян, потом был Коля. Марьян где-то в бегах был, ну, непонятно. Когда благоустраивал этот пятачок, ведь асфальтировал я его, своей командой. Так. Вот команда, которая стоит, которая помогала. Так, так, так. Это все делать. Его не было. Года два тому назад с каким-то постановлением убрать все мостки, все строения. Как такового настроения не было. Проезжал этот Иван Иванович, я помню его. На каком основании поставлены мостки? Я ответил ему таким образом. Я устал в своем возрасте ходить в бахилах топтать болот. Вот за это поставили, это начинающие были. Я, Валерий Павлович, видите, вот Маяцкий, который, Олег, которые поставили мостки. Ради чего? Ради того, чтобы не топтать, вытоптать фауну, лору и тому подобное. Эти мостки никому не мешают. Они ведь поставлены и ничего здесь не рубится. Ничего здесь, все как благоустроено. Любой человек, который заезжает на пятачок, он становится и рыбачит. Без всяких проблем. Бывало даже такое. Я приезжал, Коля, Олег приезжал. В 12 дня приехали, люди рыбачат. Сидим до тех пор, я приезжаю не рыбачить, я приезжаю отдыхать. Мне рыба как таково не нужна. Я в рыбе не нуждаюсь. Мне нужно уединение. Поймите меня правильно. Сидим до тех пор, покуда, ну допустим, человек, который рыбачит, покуда он не угодит. Ребята ушли, ушли. Все, спасибо, Сталь. Следующее, если кто-то приезжает. Нету наших. Это без проблем, но все делается. Все делается безусловно. Так, так, не вставайте, тут занято, потому что приедут там такие-то, такие-то. Разверните камеру, спросите хоть одного. Разверните. Здесь, если нету одного моста. То есть, если свободный мосток, не волнуй, там занятый. Вот он, свободный, человек пришел и стал. Я встал, приехал, увидел свободное место, разложился себе, стал и ловит. Покажите мне людей, людей, даже моих, которых я брал дети. Это один вопрос. Второй вопрос. Марьян здесь присосался к этому берегу, непонятно как и от кого. Чем он здесь занимается, люди все знают. Я не буду повторяться. Все скажут, что он берет деньги. Мы все не приезжаем сюда за рыбой, мы приезжаем отдохнуть. И не жалко этого. Нет, что здесь промышленность. Здесь собрались, в основном, ну, смотри, пенсионеры. Нет, еще молодые есть люди. Молодые люди. Идите вы сюда, не отворачивайте глаза. Расскажите вы, как вы считаете, правильно ли брать тут деньги? Нет, конечно. А вы тут ставили мосток? Да, вот мы поставили помост на троих. Скинулись, поддоны поставили, бревна забивали, работали. И Марьян сунулся сюда. И начал брать деньги, ставил своих людей. И приезжаешь, не можешь уже встать на этот мостик. Потому что у него уже очередь. Да, уже очередь у него на неделю добита. Вот. Не должны никому платить. Чтобы его вообще здесь не было. Он не входит в наше сообщество никуда. Он просто ходит, тупо собирая денег. На мусор, кто 50 рублей, кто... Вот мы вместе с Сережей ставили этот мостик. И вот сосед тоже. Бывало такое, что приедешь, он мне начнет задавать вопросы. Приехал им, кто ты здесь такой, что вы здесь сделали? Это он такой говорит? Так, у меня тут занято. Давайте вы приедете послезавтра. Потому что у меня здесь люди. Понимаете? В этом году столкнулся с таким вопросом. Приезжает он и ставит такой ультиматум. Вы, Борис Николаевич, рыбачите? Ну, ваших, чтоб я здесь не видел. Я говорю, постойте, а куда же мне этого пенсионера девать? А куда же мне инвалида девать? Почувствовал себя царем и богом? Ну, я бы не сказал, что он царь-бог, он никто. Царь и бог так и делают. Говорят, завтра в 5 часов будут здесь ребята вас, блядь, выкинут со всеми снастями. Повыраздуют все, и у вас никого здесь не будет. Только мы здесь будем. Я говорю, сынок... А это кто, Марьян? Ну, а кто? Я говорю, сынок, ты что, в сосну, говорю, ударивайся или что? Я сказал, посмотрите, завтра вас порвут здесь. Ребята приедут сюда. Подавляюсь на него. Понятно. А вы что скажете? Скажу, что он нехороший человек. Больше ничего не могу сказать. Потому что он такое существо, которое сует свой нос туда, куда ему не положено. Больше ничего не могу сказать. Я 80 лет, мне же почти на носу вот тут. Я должен перед ним кладиться? Кто он такой? Он сопляк против меня. Кто он такой? Я проработал своих 45 лет. Я вышел на заслуженную пенсию. И я не должен посидеть на берегу, подышать воздухом. Поймал я, не поймал. Это мои проблемы. Ну, ты меня не трогай. Как рейдер свой начинает захватываться. Ну, кто ты такой? Ты предъявил какие-то документы или что? У меня, говорит, там печатаются. Про мостик я скажу так. Я хочу единственное, что у меня такое. Приезжать и спокойно ловить рыбу, чтобы получать от этого удовольствие, а не кому-то что-то платить, за что, непонятно. Марьян, что Марьян? Я его видел пару раз. При мне было такое, что он брал деньги с людей. По крайней мере, люди говорили об этом. Как он утверждает, он брал за вывоз мусора. Но все у нас вывозят мусор сами за собой и все. То есть мы не оставляем мусор. У нас все по-человечески, как положено. Я говорю всем, что вы не давайте никому денег. Убирайте за собой обязательно, но денег не давайте. Когда здесь видели, что 8 зилов отсюда вывозилось мусора. Вот мне интересно, пусть хоть кто-то один скажет, что тут-то видели эти зилы. Ребята, пусть подтвердят. Я не понимаю, о каких зилах они ведут речь. Понятно. Которую вы слышали вместе со мной в этом. С Иваном Ивановичем, да? С Иваном Ивановичем я стал утверждать, я знал, что будет общий сбор. И ребята скажут, когда здесь отсюда вывозились из зилы. Нет, не было такого. Не было? Один зил вывезли. Один зил, там был бутылок. Коля нас собирает. И с бомжами. И зил один загрузили, и все. Больше ничего не было. Из бутылок, да. Там гора была бутылок. Они вывезли только один зил. Это то, что мы как раз приезжали на рыбалку. Как раз тут был у них типа субботника. Мы приехали на рыбалку. Был, да, один зил. Все, больше я, ну, я не видел. Кто-то видел 8 зилов? Нет. Не было никогда этих машин. Может, там у него в мышках было? Ну, никто их не видел. Один был. Все. Трех или четырех месяцев они на кучу это стекло собирали. Заехала эта машина. Отгрузились. Это было не при Мариане, а до Мариана. Здесь был Николай. Здесь был Николай. Которого Мариан сожрал. Здесь. Сожрал. Вот тогда вывезли этот зил. Но это было не при нем. Ну, я с Марианом всего лишь один раз пересекался, когда ходил, фотографировал его машину. И он тут ходил, что-то мою машину сфотографировал. И начал угрожать. И мы там с ним немножко покувыркались, грубо говоря, так. И он пришел. Вы что, дрались? Да, немножко. Немножко дрались. Ё-моё. Из-за того, что люди стояли на этим помосте, я увидел, как он подошел, начал требовать у них деньги. Он догнал меня, начал угрожать мне. Ну, я тут развернулся, не сдержался, потому что, извините меня, как бы угрожать мне. Я там понимаю, он деньги за что-то непонятно берет. Людям объясняют, что за охрану какую-то. Хотя я так понимаю, что он по документам здесь никто. И даже лесхоз от него открещивается. Говорят, мы его просто знаем. Знаем, что он тут ходит. Но по документам он не числится у них каким-то, я не знаю, лесхозом или еще где-то. Дальше вот у нас была стычка с ним, что он поставил какой-то забор. Я вам тоже скидал фотографию. Это когда летом он здесь ходил, тоже угрожал людям, что здесь больше никого не будет. Здесь мы сделаем аренду. Поставил забор с леса. Вы эту фотографию можете выложить, увидеть. Потом он снял этот забор, брал ров. Он высадил под видом в этот ров деревья и сказал, это наше озеленение. До Марьяна, когда мы здесь с рыбачили, ходил Николай. Он реально, видно было, что он убирал мусор. Он складировал, старался убирать. И реально он ходил максимум 20 гривен просил. Он не наглел, чтобы... Ну, видно было, что он убирает мусор. То есть по оплате было 20 гривен и как бы это еще... Ну, 20 гривен, кто 10 давал, кто 20. Он реально там подходил, ребята, дайте, пожалуйста, вот смотрите, я убираю мусор. Все, даже я тогда давал деньги. Но это было как бы не в наглую, что не ходил, не угрожал, что я тут охрана, что я тут кто-то такой самый важный. И если вы не дадите денег, вы отсюда уедете. То есть такого никогда не было. Тут реально люди ходили, видно по ним, что они просто убирают мусор. То есть каких-то таких претензий не было. Но потом, я так понимаю, что у них пошла стычка, и люди поняли, что можно здесь с обычных рыбаков забирать деньги. И поэтому вот его, видать, подвинули, и появился такой, как Марьян, и начал с людей брать деньги. Но я же говорю, я Марьяна видел всего лишь один раз, когда вот это с ним стыковался, потому что он боялся к нашему помосту походить, потому что он знал, что тут ему никто денег не даст. Не надо никому платить, речка общая. Помост я тоже могу поставить, написать бы в общественность людям, что собираемся, сделаем какие-то удовольствия для людей без проблем. Соберемся. То есть если поставлен помост, это значит поставлен для общего блага, для общего пользования? Конечно, для нас всех рыбаков. Никак по-другому не может быть. Ну все правильно. Спасибо за вашу позицию, вот так и нужно делать. Спасибо и вам за то, что вы делаете. Да, смотрите YouTube канал. Конечно, я видел последнее ваше видео разбирательство по этим вот мостикам, войну за эти мостики. Смотрим. Правильно делаете, на правильном пути. Спасибо. Поэтому и приехали, и знаете, что тут можно стоять бесплатно, правильно? Да, да. Потому и приехал, да. Специально. Ну, значит, не зря, друзья. Не зря, значит, мы это все дело снимаем, правильно? Да, да, не зря. Здравствуйте. Здравствуйте. YouTube канал «Все для клево». Хотел вас спросить, как ловится у вас тут? Все ли хорошо? Плохо ловится? Да. Хотел вас еще узнать один вопрос. К вам когда-нибудь сюда подходили, спрашивали насчет денег, насчет того, чтобы платить деньги? Подошел один парень, говорит, что мы просто убираем. Так. Если ваша, значит, воля, желание, за то, что мы убираем, ему 50 гривен. Так. О, можно посмотреть? О, друзья, посвящение громадского инспектора рыбоохороны. А ну, можно открыть, да? Конечно. О, друзья, видите? До 18 березня 2020 года. Действительно. То есть нужно будет его потом продолжить. Вот и вы вступайте, друзья, в громадских инспекторов рыбоохороны. Так же, как это сделал я, так же, как сделал Николай Юрьевич. Клевец мне. Все, ну, пока не клюва было. Я так понял, вы ловите на два удилища, вам больше не нужно, да? Да нет, еще я не ловлюсь. Друзья, вот смотрите, вот этот яркий пример человека, который правильно все делает, смотрите, с двумя удилищами. Больше ему не нужно. Сидит, получает удовольствие. Отдыхает. Да, не работает там на 10-15 удилищ, это же уже работа, правильно? Да, конечно. Это надо трудиться. А так отдыхнуть. Я не ради рыбы так, чтобы приехал, чтобы там меня радили. А ради того, чтобы отдыхнуть на свежем воздухе, в воздельщике. Чтобы никто не мешал, чтобы тишина была, спокойствие. Да, чтобы тишина была, да. А то, жена, то иди тест сделай, то иди тест сделай в дом. Спасибо вам большое за вашу позицию. Спасибо, будьте здоровы и счастливы. Всего вам хорошего. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. О, вы знаете, да? Знаем, да. Знаем, да. Отлично. На два удилища, да, смотрю? Да, пару крючков на каждом удилище. Да, пара шаг, приехал попробовать. Подышать свежим воздухом. Подышать свежим. Да, с сигаретой. Понятно. Скажите, пожалуйста, вы что-то когда-то платили кому-нибудь? Нет, здесь не платил, но слышал, что берут деньги какие-то. В общем-то, я сюда и не приезжал, потому что думаю, раз по мосту, значит платят. Ага. Но увидели мои видео, я так понял, да? Видел видео, да, и вчера тоже видел. Да. И поняли, что сюда можно приезжать? Ну, я так понял, что можно, если свободен по мосту. С женой приезжаем на сутки, на двое, одному со собой собираем. Молодцы. И ловите вот так, да? У жены два удилища, у вас два удилища? Ну, я больше пяти у меня никогда нет. Никогда. У меня, в общем-то, ну не имеет смысла. Не имеет смысла. Но если она берет, то она возьмет и на два удилища. Ну что, не ради рыбы, а ради отдыха приезжаем на рыбалку. Вот мне интересно, я приехал, если место свободное, я имею право на этот помост встать? Абсолютно. Причем даже не надо никого спрашивать ни слева, ни справа. Свободен мост, встали и никому ничего не платите. Ясно. Ясно. А на 50-м? То же самое. То же самое. Везде у нас бесплатный доступ до воды. К вам просьба. Если вдруг к вам подойдут кто-либо и скажет про какие-то деньги, никому ничего не давайте. Единственное условие – убирайте за собой мусор. Ну это да, это понятно. Так, ну да, вот на этом месте я когда-то рыбачил возле этого дерева, и вот здесь был ров. Вы видите, они немножко его засыпали и понатыкивали каких-то палок. Типа посадили деревья. Вы поняли, да? Тем самым сделал отдельный, типа въезд от этого. Вот здесь тоже понатыкивали. Еще раз говорю – не платите никому. И убирайте за собой мусор. Любой помост, который есть на реке Днестр, он если сделан, то сделан для общего пользования. И если к вам будут предъявлять претензии о том, что я поставил этот помост, и я должен с него брать деньги, шлите их всех как можно дальше. И снимайте на видео, что они занимаются вымогательством. И выкидывайте нашу вайберг-группу «Все для клевого Днестр». Иначе никак, друзья. Только вместе мы сила, и сможем противостоять вот этому беззаконию на Днестре. Есть люди, которые многие не могут рыбачить и стесняются об этом сказать. Так вы не стесняйтесь, звоните, говорите. У нас есть очень сильные ребята в плане рыбалок, которые могут подсказать, как рыбачить, как научиться рыбачить, которые будут приезжать, также становиться, ну, рыбачить сильными рыбаками, чтобы хотя бы научиться. Вот перед тем, как я собирал собрание, вот я встал здесь, вот я покажу свой лоб. Так. И я стоял, ну, мне дали два часа постоять. О, вот, камушек хороший. Один такой. Один поменьше. Да. Вот это вот. Маламерикой не хотите отпустить? Маламерикой, он был первый, почему его не отпустили. До кило сто, чтобы все понимали. Карп выпускается. Если он первый, садите в садок, потому что, ну, есть по вере у рыбаков, первого не отпускать. Но если поймали больше, то он уходит. О, красавец. Давай. Звоните, говорите, будем подучивать. У нас, в нашей команде, я только знаю, четыре сильных рыбаков, которые готовы учить ребят и в любое время года показать, как она и что она делается. Кстати, ну, расскажите уже, раз такое уже дело, раз пошла такая пьянка, на что поймался? Только честно. Поймал на горох. Вот он горох. Я этот, вот этот горох. Вот это горох. Да, обыкновенный горох. Этот горох я попросил вообще на соседнем причале, потому что я сегодня организовал у людей, у меня не было времени его варить. Я не то, что его там варю какие-то специи, я его просто попросил на соседнем причале. А снасть? Какая снасть была? Снасть я покажу. Это обычная волосяная снасть, 16 сантиметров. Длина поводка, да? 16 сантиметров длина поводка. Крючок достаточно большой, конечно. Я работаю в основном на волос, почему? Потому что мы более стараемся ближе к спорту брать. И планируем, если нас, конечно, еще будет поддерживать Viber сообщество, мы планируем провести здесь соревнования между сначала своими в этом сезоне. О, классная идея. Слушайте, прямо на этих помостах провести соревнования? Да, провести соревнования в этом сезоне. На подарки, я думаю, мы же сами и скинемся. Отлично. Купим подарки и будет время, что будем приглашать с других городов. Почему? Потому что в видеороликах, я смотрю, они все рыбачат на озерах, на платниках. А пригласить, провести соревнования на Дикой реке, это было бы очень интересно. Просто здорово. Слушайте. Вот, дорогие подписчики, прошлое видео на этом берегу. Мы с Александром поворачивали вам камеру, вдоль этой тропинки стоял туалет. Прошло 6 или 7 дней, неделю. Туалета нашего нет. Вот. Вопрос. Да, вопрос. Кому он мешал, да? Сразу ответ. Ну, нормальный человек может приехать и украсть туалет. Или его унести куда-либо. И палатку, да? Ну, палатку с палаткой мы уже как бы обговорили. Там 50 на 50 сомневаются. А может быть он, а может быть не он. Ну, а туалет, как вы думаете, это мог порядочный человек это сделать? Или кто-либо даже на трассе бы остановился сходить в туалет? У кого-то из вас возникают такие мысли, где-то сразу украсть туалет? Вот вам и весь сказ. Кто нам делает гадости, кто нас отсюда изгоняет. Я приглашаю всех. Так что пусть не говорят, что на эти помосты нельзя встать. На эти помосты нельзя встать. Почему? Потому что они продаются. Продавались. Продавались Марьянам. Теперь после этого собрания, после этого видео, я надеюсь, это продолжаться не будет. Приезжайте, вставайте смело. И через Александра, и я думаю, что все поместятся. С земли очень много. Друзья, мы все только за чистые берега Днестра с бесплатной рыбалкой, чтобы вы понимали. Бесплатной, да. Марьян стоял, да? Вот его вагончик стоял, да. Ага. И вы тут решили поубирать все? Ну, конечно, вон все это. Матрасы, подушки, вот это все, вот это все. После него пособирали. Понятно, чтобы была чистота, да? Ну, ага. Ну, молодцы, молодцы. Вот, друзья, мы на 46-м километре. Есть колесовое господарство. Беляйское снесло. Вот это то, что говорил Иван Иванович. Незакрытая территория. То есть, ворота открыты. Типа замки. На замки не закрывается. Но тут, правда, я не вижу ограждения. Но ворота стоят. Ну, тут что-то строят. Какие-то домики. Будки какие-то. Здрасте. Здрасте. Скажите, пожалуйста. Здрасте. Здрасте. Ютуб-канал «Всё для клёвого». Хотел узнать, чья это база? Лесхоза. Лесхоза, да? То есть, никто ее там варен... Это не аренда, ничего? Нет. Чисто лесхоз? Да нет, не снимать. Я не люблю. Ну, я тогда вот так встану, чтобы вас не показывать. Чисто лесхоза, да? Да. Он же табличка и все. Да. Да. А Иван Иванович появляется? Ну, лесник. Иван Иванович? Да. Или вы не знаете такого? Не знаю. А какие-то документы есть тут? Что-то лесхоза или вообще ничего нет? Нет, есть, наверное. Я не знаю, честно. Мне просто попросили здесь посидеть, порыбать и да и все. Поохранять? Ну, как-то, да. Чтоб не растаскнули здесь ничего. Хотелось бы обратиться к Иван Ивановичу, леснику. Почему вас здесь не знают? Скажите, пожалуйста. А потому что вы сюда просто так не заходите. Понимаете? О, смотрите, друзья. Я даже не заметил этой надписи. Смотрящий Кравченко. Вы поняли? Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста. Вот от моста, как будто бы мы съехали с маяка, с моста, сразу с правой стороны, сразу же с правой стороны, закрытые территории. Вы что-то знаете про ту территорию? Кто там собирает деньги? И что это там за организация? Там, где ворота были, да? Там ворота стояли. Да. Кто там, скажите? Там, я точно не знаю, что там помните. Это вообще было от прошлого директора. А там был этот вот документ, что там... Значит, все эти территории Росдольной Белгородной администрации. Вот об этих местах я говорил, что здесь даже вот расставлены вешки 11-12, если вы переведите, 9-10. А тут, блин, мусора, блин, хлама. Кошмар. Понакидывали. Хотел узнать, тут рыбалка платная, бесплатная? Не платная? А, не можете говорить. Там платная. А здесь? Здесь бесплатная? А? Это вы здесь организовали? Мы там тут стояли, в нашем стояли. Сейчас сняли. Ага, то есть у них бесплатная, у вас платная, вернее, у них платная, у вас бесплатная, да? Ну, мы поставили домики, тут передавались, ну, наши там, короче. Короче, ваши передавались? Да, по телефону менялись. Идем. Ага. По очереди. Там другие. Короче, устроили тут небольшой бизнес, да? Не, ну, мы же не продлижем, мы сами друг друга меняли, мы себе, ну, это самое, скинулись на материалы только. А зачем вы мусорите здесь? А кто? А там за домиком столько срача. Мы же не одни такие, там он и живет человек сейчас. Ну, так это же ваш мусор, а с этого вот вагончика, это ваш, ваш вагончик? А не наш вагончик. Вот этот, вот этот, вот этот, вот этот, вот этот? Мы его построили, но когда мы были там, этого не было. Ага. А кто, что там-то? А кто, мы в месяц уже как похолодало сняли. Понятно. Как сюда кто хочет приезжает? А летом? Ну, а летом, если пусто, тоже кто хочет приезжает. Ну, в основном, одни и те же ездили. То есть, то есть у вас вахтенный метод, да? Кто свободен, да. Под мостом запретная зона была. Так. А сейчас он, номер телефона там есть, звоните, он приедет вам, где мне не сходят. Понятно. Там, так же, как в Аль-Сити, там они понастроили причалок себе. Там, за деньги дают. Там выше, туда выше тоже. Везду еще было бесплатно, потом нашелся какой-то чудик. Деньги берет. Теплодаров выводится. Ага. Да, за въезд деньги берет, что на берег проехать, там один уезд на повороте. Ага. Там база, это тоже большая, где брусалка стоит. Тоже платный. Скажу, скоро весь берег будет платный. Так, с таким народом. Там, там, так, что, бесплатно, что только туда заехать нельзя. На лодке только 30 можно. Он, что, на глубоком, порядок, браконьеры, на драчи. Вот это другое дело тоже. Ладно, рыбой нет. Врачи, он приезжает на крутой лодке, елки-полки, ему же бензин надо отработать, типа того, что. Ага. Он тоже вывозит, с той стороны вывозит туда людей. Сейчас будет за деньги. А там заповедник был, вообще нельзя было вывести рыбачьих. Это вот здесь вот они садятся, да? Вон, да. И везут, потому что там, где раньше нельзя было вывести рыбачьих. Вот этот мусор чей? Кто его знает. Ну как это, кто его знает? Вы же тут стоите. Так нет, ну мы стоим. Ну вот, это же ваше удилище, блин. Мое. Ну, вы же тут организовали тут, посменную рыбалку, или нет? Сейчас уже нет. Ну так надо убрать этот мусор, ну что это такое? Что это, кто его бросил? Видите, старый весь мусор. Ничего не старый, какой он старый? Какой он старый? У меня мама мусор может. А вот это что? Здесь что, смотрите? Что вы здесь устроили, блин? Ну посмотрите. Я за конец не буду убирать. Не будете убирать? Тогда, значит, что вы тогда тут устоите, раз вы не будете убирать? За кого-то я не буду убирать. За кого-то? Я себя уберу, твой мусор. Мне тяжело не надо. Вот все, что у нас происходит в жизни, из-за нашего молчаливого согласия. Потому что привыкли так, что моя хата с краю, ничего не знаю, понимаете? Ну сколько же можно уже так жить, а? Вам самим не надоело? Вот скажите, вот так вот, люди бросают мусор, блин. И проезжая, даже не делайте замечания. Друзья, очнитесь, очнитесь. Это наша река, это наша земля, это наша страна, в конце концов. Пока каждый из вас будет ворочать нос и делать вид, как будто эта проблема его не касается, вот такой бардак у нас будет, понимаете? Вот, друзья, вот он мост. Вот на табличку денег хватило, понимаете? И списать державные кошки. А вот навести здесь порядок, посмотреть, кто здесь, за что берет деньги, понимаете? Кто здесь мусорит? На это почему-то не хватает ни сил, ни времени, ни желания.